Во дворце Салтовский лед состоялся национальный отбор по хоккею в возрастных категориях 14 и 15 лет. Возможностью заявить о себе, обратить внимание ведущих отечественных специалистов и в итоге пробиться в юношеские сборные страны для участия в международных турнирах, воспользовались хоккеисты из 12 городов, а также украинцы, которые играют в Чехии и Словакии. Подобное мероприятие в Харькове состоялось впервые. Порядка 80 показателей по каждому игроку мы собираем оценки. Отличный материал для проведения анализа в разрезе. Практически все представители школы есть, всех школ есть в Украине, поэтому практически по всем школам можно сделать вывод, на каком уровне мы сейчас находимся в плане подготовки. Задача этого мероприятия, помимо того, чтобы посмотреть уровень готовности наших детей, еще и не потерять их. В плане, что после 14 лет у нас, как правило, дети разъезжаются, не видя перспективы хоккея здесь. И мы в этом году сделали экспериментальный сбор по Ю-16, собрали детей. Порядка 12 человек из 17 играют за границей, те, которые будут в костях сборной. Соответственно, хорошо, что тренера, те, которые этим занимались, не отслеживали их, и как-то мы этот костяк попытались собрать. И, столкнувшись с этой проблемой, решили, что все-таки надо детей смотреть ежегодно, смотреть, как они прогрессируют, смотреть, какие есть недостатки, чтобы управлять этим процессом централизованно. Сейчас это в плане будет информационным, потому что посмотрим честно правде в глаза, что у нас нет единой системы подготовки. Это наша, я считаю, большая проблема украинского хоккея. Программа двухдневного национального отбора была насыщенной. В первый день юные хоккеисты выполняли упражнения на технику, силу и игровое мышление. Специальные тесты были предусмотрены для вратарей. За каждый выполненный элемент начислялись рейтинговые очки. У каждого ребенка есть шанс. И хотелось бы воспользоваться случаем, сказать, что те дети, которые не попадут по каким-либо причинам в состав, ни в коем случае не расстраивались. И на этом хоккей не заканчивается, хоккейная жизнь. Наоборот, нужно работать дальнейшим над собой, над своим, усовершенствовать все-все-все лучшие качества. Все участники национального отбора ожидаемо старались продемонстрировать свои лучшие качества. Двойной груз ответственности лег на воспитанников Харьковской городской с Дюшор. На трибунах за них переживали и поддерживали родители и друзья, перед которыми подопечные Владислава Ершова, Александра Харитонова, Шамиля Рамазанова и Андрея Лупандина стремились не ударить в грязь лицом. Было правда очень тяжело сначала собраться морально, потому что все ребята были сильные, как со всей Украины. И хотелось быть первым. Главное вырасти хорошим человеком, хоккей закаляет. А так, конечно, я хотел бы стать профессиональным хоккеистом, играть где-то на высоком уровне. Завершился Харьковский национальный отбор игровым днем. В каждой возрастной группе состоялись по три матча. Итоги тестирования позволят тренерам сформировать рейтинги и определить лучших игроков. Также каждый участник отбора получит на свою электронную почту индивидуальные результаты с подробным анализом и рекомендациями.